Преступный сепаратистский огрызок, на временно контролируемой миротворческими силами Российской Федерации небольшой территории в горной части Карабахского региона Азербайджана, присвоил русскому языку официальный статус. Информацию об этом со смаком растрезвонили не только армянские, но и ряд российских СМИ во главе с РИА «Новости», которая вновь подтвердила свое реноме как проармянского огрызка в виртуальном пространстве северного соседа. Конечно, информагентству с солидным официальным статусом не пристало играть роль рупора армянской диаспоры и, в частности, публиковать материал под абсурдным названием «Парламент Карабаха» признал русский язык официальным. Но раз сомнительная роль устраивает самурия, то остается лишь развести руками. Вопрос в том, увязываются ли подобного рода сообщения официального российского информагентства с интересами и официальной позицией самой России? Уже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Так о каком же парламенте Карабаха извещают российские СМИ? Едва ли президент Путин сделал в принципиальной позиции России какое-то исключение для трех десятков преступников, выставляющих себя законодателями фейкового образования на карабахской земле Азербайджана, и об этом исключении нашептали Рия, новости, фактически дочерней компании Рита Симоняновская МИА «Россия сегодня». Впрочем, главное во всей этой истории, разумеется, не в языковых забавах проармянских российских медиа, зачастую игнорирующих объективность исследования национальным интересам представляемого ими государства. А в том, чего вообще добиваются столь бессмысленным шагом сами военные преступники, лидеры сепаратистского «Огрызка» и, разумеется, стоящая за ними Армения. Возможно, они всерьез рассчитывают на то, что преданием русскому языку официального статуса им удастся каким-то образом вынудить Россию игнорировать интересы Азербайджана на его же собственной территории. С провинциальной наивностью военные преступники, оказавшиеся под временной охраной миротворческого контингента Российской Федерации, надеются на то, что столь примитивным и, при том, очевидно неискренним выражением почтения к «великому, могучему, правдивому» они смогут нивелировать результаты 44-х дневной войны и приобщиться к «русскому миру», раз уж с «великой Арменией» не сложилось. Недальновидность армянской стороны уже сыграла с ними злую шутку, когда до 27 сентября 2020 года она исключала возможность освободительной военной операции Азербайджана и грозилась устроить чаепитие на Каспийском побережье Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся месяц назад пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ, в частности, подчеркнул, относительно вашего вопроса об официальном языке в Карабахе могу сказать, что это, своего рода манипуляция. Манипуляция тех, кто в настоящее время незаконно называют себя руководителями в этом регионе Азербайджана. Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык Суахели. Это не может иметь никакого значения и результата. Нагорного Карабаха «не существует», все признают этот регион составной частью Азербайджана. Думаю, что это последнее дыхание, последняя попытка этого преступного режима хунты показать, что они якобы являются государством. Напоминая об этом заявлении главы Азербайджана, хочется лишь подчеркнуть, что преступный режим хунты принятием провокативных решений, действительно, лишь приближает миг своего последнего дыхания.